15 квадратов у меня был обучающий центр здесь 60 квадратов с тем помещение пускай здесь там 45 но тем не менее вы видите что здесь реально свободно да здесь как бы светло здесь все видно вот здесь никто не отвлекает не бегает не там не стоит над душой также у нас здесь под каждым станком есть вентиляция если это перекинуть вот так вот то есть вот она уже да то есть это пыль собирает очень хорошо начнем у вас это все есть тетради там идет у нас также три направления то есть бытовой маникюрный парикмахерский там есть свободные места в тетради если вы вдруг что-то захотели там дописать в общем любые комментарии которые вы считаете необходимыми вы туда записывать в тетрадях все расписано прям от и до то есть какие обороты какие станки какие абразивы в общем все как бы расписано если она расползлась то наша задача эту линию поддержки максимально сделать ровной по плоскости ну я имею ввиду вот чтобы она ровная здесь была чтобы мне не было вот таких закруглений вот в эту сторону и это как раз зависит от того как мы работаем на водном камне если мы работаем на водном камне у нас руки вот так вот двигаются то есть мы естественно в процессе на абразиве и и просто за тылов вы вот то есть если мы это все закруглили то физически получается что мы режущую кромку вот отсюда унесли увели в отрицательный угол и у нас получается рука вот она она как бы прямая и ты начинаешь можешь вообще вот так телом двигать то есть тогда у тебя поясница будет находиться ну как бы в том состоянии что ты можешь то здесь простоять хоть час качаться как бы да и ты это выдержит да если ты вот так вот будешь стоять делать это только руками то есть у тебя поясница в статике во-первых ты руки то есть ты тоже накачаешься но если с точки зрения там фитнеса ну окей меня зовут черепанов александр я приехал из города лапаевска свердловской области чтобы обучиться заточке парикмахерскому инструментов а а а а а а и а а а а к а а и а Меня зовут Раиль, я приехал из города Лениногорска, это республика Татарстан. У меня работает супруга мастером ногтевого сервиса, так как в нашем городе, в нашем регионе очень мало профессиональных заточников, можно сказать, практически нет. Как бы вот это все подвигло начать заниматься этим делом. Ты поймал как бы изгиб, да, поймал изгиб и чуть-чуть поиграл. И потом, когда назад ведешь, вот, оп, видишь, вот он воткнулся, хоп, завел его, о, видишь, уже там миллиметр как бы, да, да, чуть-чуть, то есть ты берешь его, так же аккуратненько, хоп, подогнул, но все делаем аккуратно, чтобы не перегнуть. Да, но я тебе могу сказать, вот белая точка, видишь, ты это не довел, не довышел на режущую кромку. Здесь вроде вышел, а вот на этом не дошел. Вот тебе вот это полотно, которое у тебя будет режущая кромка вправо смотреть. то есть тебе его надо проточить. Владимир, наш преподаватель, очень грамотно на технически, грамотным языком все объясняет, показывает, как это надо делать. говорить, если что-то неправильно объясняет, почему, ну, и все недочеты, как говорится, устраняются прямо на месте. Смотри, они оп, и они режут, то есть офигенно. А со временем выработка, то есть происходит вот, это я примерно как бы форсирую ситуацию, со временем выработка, она уводит режущую кромку в отрицательный угол, то есть, ну, и в какой-то момент девочка, там, или женщина, тетя, то есть раз, все, все, они не режут. И мы, устанавливая ножницы сюда в держатель, наша задача заглубиться за эту выработку, то есть вот сколько ты ее видишь, там, полмиллиметра, миллиметр, здесь, как правило, высота большая, поэтому, ну, как бы, не надо переживать, что ты там больше положенного снимешь. Поставил я 60 градусов. То есть 60 градусов у нас с тобой в тетради есть на последних страницах табличка для бытовых ножниц. Это как раз углы для конкретных ножниц, там, партняжные, хирургические, ножницы садовые, по металлу, то есть там все это расписано. Как только ты увидел, что ты заглубился за выработку, по факту у тебя это полотно заточено, то есть потрогал, здесь, как правило, есть заусенец вылазит, ну и дальше, то есть ты переворачиваешь это все зеркально, также вот это полотно цепляешь, присаживайся и вперед. Мощно поздравляю. Спасибо. Я надеюсь, твоя поездка к нам была успешна. Все супер вообще. Все понравилось? Держи. Мой ученик. Меня зовут Антон, я из города Соликамск, Пермский край. У меня жена работает грумером, она говорит, а давай попробуем, может все получится у тебя. И вот решили прийти к тому, что мы поехали сюда, в город Самара на обучение. У нас тут мастер-руководитель, очень хороший человек Владимир, очень хорошо все показывает, объясняет, за кратчайшие сроки мы прошли обучение по заточке прямых, скользящих и так далее, ножниц филировочных, объясняет очень корректно и все в плане как бы все хорошо получается даже в первого раза. Ха-ха. Продолжение следует...